Друзья, всем привет! С вами Будда Гришна. Сегодня увидел статью. Иосиф Пригожин, продюсер, признал оставить в покое Аллу Пугачеву, пишут. И вот мне здесь показались довольно интересными две его фразы. Продюсер Пригожин, пишет газета.ру, заявил, что ушедшую на пенсию Пугачева нужно оставить в покое. Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что у народной артистки СССР Аллы Пугачева есть полное право жить где угодно. Уехала, дай бог ей здоровья, оставьте ее в покое, высказался продюсер. Пригожин подчеркнул, что Пугачева ушла на пенсию. Она может самостоятельно выбрать место, где провести пенсионные годы, поскольку у нее есть право на жизнь. Также продюсер добавил, что Пугачева, будучи за границей, не делала никаких громких заявлений. Ее позиция понятна, говорит он. Она уехала за мужем. У него есть позиция. Его юмор иногда зашкаливает. Ему кажется, что это смешно, но в сегодняшних обстоятельствах кому-то не смешно. Друзья, вот вы знаете, я не понял абсолютно практически ничего. Почему? Потому что, что значит уехав, она не делала никаких заявлений. Во-первых, она сказала, нормально люди туда не поедут, имея в виду мою родину, Россию. Это раз. Второе, она сказала, рабы и холопы, обращаясь к нам. Не знаю, Пригожин, к вам или нет, но к нам, да? Что значит не делала резких заявлений? Более того, иноагент Галкин говорил, что все, что он говорит, это их обоюдная позиция, совместная. То есть она думает точно так же. Поэтому она просила себя сделать иностранным агентом и так далее. Говорить о том, что Пугачева, пенсионерка, которая уехала за мужем, надо оставить ее в покое. А почему тогда, значит, его дружбан, с которым они снимались в одной программе президента предельного государства, рассматривает Пугачеву как знаковую личность, которая может объединить звезд так называемых шоу-бизнеса. Ну и, собственно, не только объединить, но и сама может что-то делать, говорить для того, чтобы дестабилизировать обстановку в стране в России. Ну потому что они понимают, что это не просто пенсионерка. Я думаю, это и вы понимаете, что это знаковый человек, известный миллионам, десяткам миллионов людей на постсоветском пространстве, который может, собственно говоря, своими речами делать то или иное. Поэтому так громко каждое заявление обсуждалось. Не потому что она просто пенсионерка, уехавшая за мужем, а потому что это знаковая персона. И вы знаете, я хочу сказать, что в определенной степени, если ты находишься в таком положении, то, конечно, любой человек волен выбирать, где ему жить. Но, знаете как, если любовь народа довела тебя до определенного положения, то ты уже в определенной степени себе не принадлежишь. А ты принадлежишь людям и стране. И ты понимаешь, что в трудную годину, в сложную годину, во времена таких испытаний, через которые проходит наша Родина, ты не имеешь права подумать, вот я хотел бы жить там. Ты должен подумать в первую очередь о судьбе страны и народа. Вот как. Знаете, как недавно тот фильм смотрел про монархию в Великобритании? Про сильных монархов, слабых монархов. Так вот, слабые монархи там в основном ставили во главу угла, так сказать, свои, скажем так, интересы. А сильные монархи, ну это не только там, просто на примере сняли, да? Ставили выше своих собственных интересов, государственных интересов. И сейчас так делается многими великими действительно лидерами стран, когда они ставят интересы страны, национальные интересы выше всего. То же самое здесь. Я не говорю, что она как-то там монарх какой-то или президент, нет. Но в определенной степени знаковый человек, он должен ставить интересы страны и народа выше своих собственных. И вот это было бы оценено. Поэтому я тут с Пригожиным абсолютно не согласен. То же самое про иноагента Галкина сказать, что ему кажется, что это смешно, но в сегодняшних обстоятельствах кому-то не смешно. Значит, кому-то не смешно. Когда идет дискредитация нашего президента, высшего руководства, нас с вами, что-то кому-то не смешно. Это не кому-то, это всем не смешно. Это не может быть смешно. Абсолютно никак. Друзья, что думаете на сей счет? Пишите в комментариях. С вами был Будда Гришна. Подписывайтесь на канал, кому интересно. Если вам нравится то, что я делаю, можете поддержать канал Будда Гришна. Ссылочка в закрепленном комментарии в описании к видео. Друзья, в сети блокировок, замедлений, YouTube непонятно будет, но работает дальше или нет. Еще раз повторюсь, приглашаю вас на теперь уже основной свой канал. Будда Гришна новости в Telegram. Ссылочка здесь внизу в закрепленном комментарии в описании к видео. Друзья, не стесняйтесь, жмите подписаться. С одной стороны, не потеряемся с вами, если что. Также там есть новости 24 на 7. Многие с моими комментариями. Видео о политике, которые здесь нет уже очень давно. Мои личные какие-то фото и видео. Друзья, так как будущий Telegram тоже весьма туманно, здесь внизу есть ссылочка на мою страничку в социальной сети ВКонтакте. Тоже жмите подписаться, это очень важно на самом деле, чтобы мы не потерялись и потихоньку там будут выходить тоже новые видео. Успехов, здоровья, всем пока, до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok